Здравствуйте! Вы смотрите итоги дня информационного портала Уллправда.ру в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Наторговали на 18 миллионов. В Ульяновской области завершился весенний ярмарочный сезон. В Ульяновске высадили 130 деревьев в память о погибших десантниках. Бессмертный полк, военные песни, парад победы. Как ульяновцы отпразднуют 9 мая. Окрасим по ГОСТу. В Ульяновск на покраску прибыл опытный самолет МС-21-300. Минувшие выходные в Заволжском районе состоялась последняя в этом сезоне сельскохозяйственная ярмарка. Торговля получила название «Предпасхальный фестиваль». Свои товары представили фермеры, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели из 20 муниципальных образований области. Подробнее расскажем в нашем материале. Сезон весенних сельскохозяйственных ярмарок подходит к концу. В минувшие выходные масштабная предпасхальная торговля развернулась в новом городе на проспекте Ульяновском. Последняя торговля оказалась самой масштабной, и об этом свидетельствуют цифры. Торговля велась с 310 машин. Посетило ее больше 18 тысяч человек. Жители не только нового города, но и близлежащих микрорайонов. Для примера, последняя ярмарка на Минаево собрала 16 тысяч покупателей. Большим спросом накануне Пасхи пользовались, конечно, куриные яйца. Их фермеры продали 108 тысяч штук. У нас цены порядка 15-15% ниже. И в частности, один из примеров является реализация яйца. Сегодня птицфабрика Вишкальская птицфабрика, которая реализует яйцо выше сорт по 50-50 рублей за десятку. Время как в магазине она стоит соответственно 60 рублей и выше. Дальше в продуктовом топе шли картофель, мясо, морковь и молочная продукция. Торговля принесла местным производителям выручку в 12 миллионов рублей. Цифра, можно сказать, рекордная. Та же торговля на Минаево принесла фермерам 8 миллионов рублей, а в железнодорожном районе 9 миллионов. В день ярмарки для посетителей была подготовлена концертная программа, организована работа социального такси и помощь волонтеров в доставке продуктов гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Традиционные ярмарки начнутся только осенью, с 7 сентября и завершатся 28 декабря предновогодней губернаторской областной сельскохозяйственной ярмаркой. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, Новости Ульянской правды. Пожары, посевная, ремонт дорог и борьба с клещами. Сегодня в правительстве прошло аппаратное совещание под руководством председателя правительства Александра Смикалина. Главной темой стала подготовка к майским праздникам. Рабочая неделя будет короткой, но за это время нужно выполнить многое. С этих слов начал традиционное аппаратное совещание председатель правительства Александр Смикалин. В первую очередь за два дня нужно завершить подготовку к проведению майских праздников. Выходные должны пройти, по словам премьера, максимально комфортно для людей и без происшествий, как проведенная в это воскресенье Пасха. На майские праздники люди часто едут на шашлыки и на дачи, а это значит, что противопожарной безопасности первостепенное внимание. За последние две недели происходит ежедневно более ста пожаров. Реально пожарные подразделения работают без отдыха, переезжая с одного пожара на друга. И основная масса этих пожаров – это горение травы. Анализ причин возгорания дает основание полагать, что речь идет о целенаправленных поджогах страны землепользователей разных категорий. Сухую траву жгут дачники, жители сел. Как отметил зампред правительства Михаил Семенкин, фермеры и крупные товаропроизводители этим не занимаются. Огонь угрожает лесам. Премьер отметил недостаточную информированность населения и слабое проведение противопожарных мероприятий в ряде районов области. Это жизнь и здоровье людей и сохранность их имущества. Это наша с вами первостепенная обязанность. А тут, соответственно, у нас пожароопасный период только на часа две недели пожара больше, чем за квартал. Вот как так? Всем разъясняли – траву не жечь. Все все поняли и начали ее жечь. Теплая погода на прошлой неделе поставила еще один вопрос – об окончании топительного сезона. В ежедневном режиме ведется мониторинг температур в домах и объектах социальной сферы. Отключение отопления провели 17 муниципальных образованиях области. В ряде больниц, детских садов и школ батареи остаются горячими. Скоро небольшое похолодание закончится, и тогда топительный сезон окончательно завершится. С 3 мая можно сказать, что топительный сезон будет завершен на территории региона полностью по всем, в том числе учреждениям образования, здравоохранения и дошкольного образования. А в полях области идет посевная. Сейчас агрария занимается оборнованием и внесением удобрений. В целом весеннеполевые работы идут по намеченному плану. Но есть районы, показывающие низкие темпы. Например, Старомаинский, Теренгульский и Старокулаткинский. Мы приступили к весеннеполевой кампании. В этом году на две недели раньше по сравнению с прошлым годом. Это благодаря агрометеорологическим условиям. На сегодняшний день все муниципальные образования приступили к весеннеполевой кампании, соответственно, к посеву ранних культур. Темпы достаточно неплохие. Продолжается весенний осмотр дорог. В неудовлетворительном состоянии находилось 50 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На 22-х проблем уже устранены. К концу мая будут заключены контракты на капремонт почти во всех муниципалитетах. Правда, не везде. Есть проблемы, например, в Ульяновском районе. Председатель правительства поручил держать ситуацию на контроле. Дороги надо начинать, как только начинается строительный сезон, чтобы люди успели на них поездить. А у нас это дороги положат не так, что они там перед самим снегом первым. Потом под снегом лежат эти дороги, а весной их смывают. С начала года, к счастью, не зарегистрировано ни одного случая заражения энцефалитом от клещей. Но с жалоби на укусы вредного насекомого в учреждении здравоохранения обратились 48 человек. В лесах и скверах продолжается санитарная обработка от клещей. На эндемичных территориях Ульяновской области, а это Майенский, Меликевский, Старомайенский, Сенгелеевский и Ульяновские районы, организована плановая вакцинация детей от 7 до 14 лет против клещевого вирусного инцефалита за счет бюджетных отсигнований. На 25 апреля на территории Ульяновской области было привито 125 детей. Впереди майские праздники, и люди массово двинутся на природу. Александр Смекалин поручил сформировать маневренный фонд вакцины, чтобы ее можно было перебрасывать из одного муниципального образования в другой. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новости дня, Ульяновская правда. Парк имени Маргелова в Новом городе продолжают благоустраивать. В конце недели на территории прошла высадка деревьев. Акцию посвятили памяти героев, погибших, защищая родину. Молодые саженцы, как символ новой жизни и памяти о павших героях Ульяновской области и всей страны. В парке имени Маргелова в Новом городе высадили 130 деревьев. Именно столько военнослужащих 31-й бригады 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибло в северокавказском регионе в 90-х годах. Десантники сопровождали колонны центра подвоза, проводили разминирование участков и выполняли задачи по блокированию населенных пунктов. Сегодня 130 человек, погибших в нашем соединении, поименно будут высажены, в честь их будет высажены деревья. Среди высаженных деревьев сосны, туи, дубы и лиственницы. В акции участвовали представители бригады, правительство, администрации, родственники погибших. Помогали взрослым ребятам из движения юнармия. Сегодня чтим память погибшим воинов-десантников в военных конфликтах. Организаторы надеются, что подобная акция по посадке деревьев станет для ульяновцев доброй традицией. Очень хочется надеяться, что мы будем продолжать собираться и в этот день, и в другие дни здесь, в этом парке, и сажать деревья, но они не будут посвящены павшим героям. Мы будем сажать их для того, чтобы сделать нашу землю краше, уютнее. И очень хочется надеяться на то, чтобы в таких конфликтах, которые уносят жизнь лучших из лучших, будет меньше. Акция прошла в преддверии годовщины образования 31-й десантно-штурмовой бригады. Кстати, праздничные мероприятия по случаю годовщины образования соединения пройдут 4 мая на территории бригады. В 10.00 начнется торжественное построение и показательные выступления военнослужащих. Для гостей будет организована выставка образцов стрелкового оружия, инженерного имущества, средств связи, десантирования и экипировки десантников. Вход на территорию дивизии свободный. Опытный самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск, где будет окрашен по серийным технологиям. Самолет пилотировал экипаж в составе Героя России Романа Тоскаева и летчика-испытателя первого класса Василия Севастьянова. Ульяновские предприятия – крупнейшие участники программы МС-21. Завод в Авиастар-СП выпускает для самолетов панели фюзеляжа, хвостовое оперение и ряд других агрегатов. А компания «Аэрокомпозит Ульяновск» производит крыло из полимерных композиционных материалов. А краску самолета МС-21 проводит ульяновская компания «Спектр Авиа». После покраски лайнер перелетит в аэродром Раменское в город Жуковский для продолжения летных испытаний. Ульяновскую неделю моды посетил известный дизайнер из Италии Федерико Сангали. Он провел интересный мастер-класс «Мода и предметный дизайн. Коллаборация как тренд нашего времени». Что может быть общего между сумочкой и диваном и как русским девушкам работать с цветом, расскажет Виктория Черкова. Мода и предметный дизайн коллаборации как тренд нашего времени. Это рассказ о вечных традициях и классических формах современной интерпретации. Несмотря на то, что сеньор Сангали создает и одежду, в этот раз акцент был на интерьере. К примеру, как обыграть старинный пуф или комод. Маэстро предложил реставрацию с использованием современных и даже футуристических материалов. Мастер-класс будет посвящен коллаборации дизайнеров одежды и дизайнеров интерьеров. Как они могут коллаборировать, могут ли они соединяться, почему эти две профессии настолько смежные и какое они имеют отношение к миру фэшн. Поговорили и о дизайне костюма. Формы вполне привычные, но ткани по-настоящему космические. Цветодиоды в платьях, вечерние палантины сетки для дайверов и сумочка, похожая на медузу. Заметно, что Кутюрье не боится экспериментов с цветами и фактурами. К слову, россиянкам он посоветовал разнообразить краски в одежде. По его мнению, наша соотечественница безумно красива, но слишком консервативна в цветовых решениях. В нашей истории моды итальянцы по-другому соединяют цвета. Здесь они другие. Я бы поработала над этим, над гаммой цветов, над цветовой гаммой. В ходе модного мастер-класса стало понятно, что создатели предметов мебели и одежды вдохновляются одними и теми же фактурами, принтами и формами. Кстати, маэстро поведал об ультрамодном цвете этого сезона. В этом году цвет настроения будет желтый. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости ульяновской правды. Ульяновцы готовятся отпраздновать главный праздник всей страны – День Победы. О том, какие мероприятия подготовили для горожан организаторы, рассказали сегодня на тематической пресс-конференции. Так, ставшая традиционной акцией «Бессмертный полк» стартует в 15.00. Сбор участников начнется с двух часов дня на площади Ленина. Колонна пройдет по улице Спаска и бульвару Пластова, улице Гончарова и до площади 30-летия Победы. Впервые во время движения колонны пройдет еще одна акция – «Песни бессмертного полка». В День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей, прошли торжественные мероприятия. Памятная дата ежегодно отмечается в последнюю пятницу апреля и предшествует Дню пожарной охраны, который отмечается 30 апреля. К монументу славы пожарным и спасателям возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. После этого в Спасовознесенском кафедральном соборе был совершен чин освящения икон Божьей Матери Непалимая Купина. Его провел протеерей Святослав Яренков. Сотрудникам МЧС было передано около 50 освященных икон. На дороге Ульяновска начали наносить горизонтальную разметку. Всего в этом году на дороге будет нанесено 540 тысяч погонных метров разметки. В первоочередном порядке разметка наносится на наиболее оживленные городские магистрали. До конца мая планируется завершить нанесение пешеходных переходов вблизи учреждений социальной сферы. Все остальные разметки будут нанесены первым этапом в срок до 30 июня. Завтра в регионе ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 6 градусов со знаком «плюс». Ночью возможны заморозки. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру по будням 18.50. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова